Россия центростремительная страна. Все стремятся в центр, в Москву. Но времена, в общем-то, меняются. В регионах растут зарплаты и развивается промышленность. Продукты экологичные, жизнь размеренная, природа первозданная. В общем, сегодня мы приехали в одно из самых русских мест, во Владимирско-Суздальскую землю. Я хочу вам показать современный коттеджный поселок в самом историческом сердце России, между Владимиром и Суздалью. Называется он Уловская Слобода. Ну и давайте вообще поговорим, стоит ли выбирать дом для постоянного проживания или дачу подальше от столицы? Какие здесь есть преимущества? Или, так скажем, ради чего стоит переезжать? Ну и, конечно, сравним, чем отличается охраняемый коттеджный поселок Суздале от поселка в Подмосковье. Уловская Слобода расположена в 200 с небольшим километрах от Москвы, в 20 километрах от Владимира с одной стороны и от Суздале с другой. Но расстояние на самом деле не помеха. От столицы по новой скоростной трассе Москва-Казань до Владимира мы ехали чуть меньше двух часов, а от Владимира еще около 20 километров. Сейчас трассу от Владимира расширяют. Будет такая четырехполосная бессветофорная дорога. Ну и вообще, к грядущему тысячелетию Суздале государство инвестирует огромные средства в инфраструктуру и реконструкцию исторических памятников. Ну и сам поселок Уловская Слобода выглядит вполне современно. Продажи домов стартовали только в прошлом году. Здесь предлагаются готовые каменные дома площадью от 100 до 200 метров. Всего четыре проекта в едином архитектурном стиле. Причем спроектированы они так, что внутреннюю планировку можно в общем-то выбирать под себя. Минимум несущих стен. Хотите там гостиную побольше, пожалуйста, любите готовить, можно отдельную кухню организовать. При каждом доме есть терраса, которая не включена в общую площадь. И получается таким подарком от застройщика. В Подмосковье обычно террасы включены в общую площадь, ну с небольшим понижающим коэффициентом. Всего в поселке предусмотрено больше 100 домов. Ну и уже построено около 50. Застройщик подошел к процессу очень грамотно, на мой взгляд, и строит очередями. Продается в первую очередь, строители переходят ко второй, ну и так далее. Сейчас застраивается уже четвертая очередь. А в первой все дома уже проданы. Во многих поселках строят там, где скажет покупатель. И получается так, что жилые дома разбросаны по всему поселку, а между ними пустые участки, которые на самом деле неизвестно когда будут застраиваться. Может так выйти, что люди будут жить на вечной стройке. Здесь, повторюсь, на мой взгляд, подход более грамотный. Ну и купить землю и построить дом самостоятельно в Уловской Слободе нельзя. Застройщик очень трепетно относится к единому стилю поселка. Поскольку мы в коттеджном поселке, его надо охранять, убирать и вывозить мусор как минимум. Ну и обслуживать коммуникации. Ежемесячные платежи здесь относительно невысокие. По полторы-две тысячи рублей с дома. Это собирают на охрану и какие-то мелкие поселковые нужды. Планируется, что остальные коммунальные услуги будут муниципальными. Здесь земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства. Площадь участков в поселке где-то в среднем 8-12 соток. Дом с заведенными коммуникациями на участке с вымощенными дорожками и парковкой обойдет 108 миллионов рублей. Но здесь действует пока льготная сельская ипотека. На двоих, если покупают, допустим, муж с женой, можно взять кредит на 12 миллионов рублей под 3% годовых. Недавно на нашем канале был выпуск про то, какие дома на Новорижском шоссе можно купить до 12 миллионов. Каменных домов в обзор практически не попало. И только в один дом был уже заведен газ. Недвижимость около Суздали вообще подоступнее, чем на Новой Риге, конечно. В поселке проложены асфальтированные дороги с бордюрами, сети электричества, интернета, газ и водоснабжение. Ну а канализование у всех уже индивидуально. Причем как девелопер, который построил несколько коттеджных поселков в Подмосковье, скажу, что в коттеджных поселках практически нигде нет хорошей водоподготовки. В большинстве случаев вода из скважины попадает сразу в поселковый водопровод. Ну и уже каждый житель устанавливает себе индивидуальную систему водоочистки. А здесь застройщик установил центральную систему водоподготовки. И вода к вам в дом попадает уже хорошего качества. Можно, грубо говоря, пить воду из-под крана. Кстати, что еще очень важно, здесь в стоимость включено заведение газа в дом и установка отопительного котла. В подмосковных поселках в подавляющем большинстве случаев газ доводят до границы участка. А дальше хозяину надо еще тысяч, ну там, 500 в среднем заплатить, чтобы завести газопровод в дом. Ну, вообще, чем дальше от Москвы, тем проще и дешевле газ в дом заводить. Ну, если он есть, конечно. Ну, а электричество здесь по столбам проведено. На этих же столбах установлено освещение, размещены камеры видеонаблюдения, ну и проведен оптоволоконный интернет-кабель. Кстати, недалеко здесь муниципальная школа. Детей туда возит в школьный автобус. Так что здесь вполне можно постоянно жить и там молодым семьям с детьми, например. Вообще, застройщик Уловской, Слободы, строит поселок на собственные средства и подходит к делу вполне так основательно, на мой взгляд. Обещает сделать во въездной группе магазинчик и организовать мини-детский сад, построить детскую и спортивную площадки. Ну, а фишка нашего канала, на самом деле, в том, что мы периодически объезжаем поселки, которые становятся героями нашего обзора, ну и проверяем, как выполняются розданные обещания. Ну и здесь проверим через какое-то время, расскажем нашим зрителям. Наверное, самым большим недостатком дальней дачи является то, что нет привычных столичному жителю доставок продуктов, да и вообще доставок всего чего угодно. С этим пока, видимо, придется смириться. Но с другой стороны, до пункта выдачи или до крупного гипермаркета «Глобус» на выезде из Владимира ехать, ну, минут 15. Недалеко от поселка большое Уловское водохранилище. А прямо по границе Уловской Слободы проточный пруд и протекает речка с отличной рыбалкой, как говорят. Ну и еще, если честно, то даже в 60-70 километрах от Москвы нет, что называется, нетронутой природы. Если вы хотите зимой прокатиться на снегоходе или там квадроцикле, то близко от Москвы практически не осталось пригодных трасс, чтобы ты ехал справа и слева леса, бескрайние поля и луга. Ну, а здесь именно так. Вроде рядом городская инфраструктура, а просторы, в общем-то, в избытке. Ну и главный магнит этих мест, конечно, Суздаль и Владимир. В 50-х годах прошлого века Суздаль решили как бы законсервировать. Здесь запрещено новое строительство выше трех этажей. И фактически город и окрестности – это такой музей под открытым небом, посмотреть который каждый год приезжает множество людей. Раньше сюда вереницей ехали автобусы с иностранными туристами. Ну, а сейчас приезжают в основном внутренние туристы. Ну и поток их ширится. В общем, места эти довольно богатые, недвижимость в Суздале вообще достаточно дорогая. Масса народу приобретает старые дома, превращает их в новые туристические бизнесы. Работа есть, школы и дошкольные учреждения есть. В общем, есть все для нормальной жизни. Театры и артисты часто приезжают с гастролями, проводятся много разных там фестивалей, так что и культурная жизнь, в общем-то, бурлит. Кто сказал, что жить надо обязательно в столицах, в городах-миллионниках или там рядом с ними? Я знаю, на самом деле, несколько широко известных людей, которые имеют дачи в этих местах. Владеют лучшими суздальскими гостиницами и ресторанами, восстанавливают окрестные церкви, поддерживают ремесла и предпочитают отдых, в общем-то, в культурной глубинке, отдыху в ближнем Подмосковье. Так, хватит дивана просиживать. Берите семью, садитесь в машину и поезжайте по Золотому кольцу России. Можно пока только во Владимир и Суздаль. Отличный маршрут на выходные. Прекрасная природа, шикарные виды, древние церкви и монастыри. Ну и суздальские рестораны еще московским, в общем-то, фору дадут. Кстати, в Суздале еще на кораблике обязательно прокатитесь, не пожалеете. Гарантирую, что получите массу удовольствия и влюбитесь в эти места. Программу можно включить, полет на легкомоторном самолетике с аэродрома, который здесь есть поблизости. Ну и по дороге заезжайте в Уловскую Слободу, посмотрите и оцените этот коттеджный поселок. Можете решить и поселиться подальше от столичной суеты.